хе-хе-хе всем привет рад приветствовать вас друзья на канале с вами доктор это space инженер в общем что друзья сегодня по плану мы будем подготавливаться к первой волне и полетим уже может быть даже запустим первую волну посмотрим в общем что я сегодня хочу сделать я хочу а первое это подготовить бур бур буду делать на малом гриде и все-таки я его сделаю не на водороде а сделаю я его на ионных двигателях и будем его транспортировать на нашем вот этом вот замечательном транспорте и я думаю надеюсь по крайней мере что он у нас все это дело вывезет принципе потенциал есть если что можно будет сделать еще там пару-тройку двигателей я думаю этого вполне хватит потенциал огромные у нашего вот у этого корабля в общем это как бы первое бур нам нужен для того чтобы там на той базе добывать ресурс там рядом у нас есть железо которое пригодится естественно я накидаю запчастей для того что мы там выписали это конвейеры генератор там надо будет починить турели комплект выживания ну и собственно очиститель сборщика надо поставить и много 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 набрать дополнительно патронов для турелей и собственно да полетим туда будем это все воплощать в жизнь хватит уже тут торчать посмотрим чем это все выльется далее в общем как бы вот такой план на эту серию приглашаю вас присоединиться для поддержки сразу поставить лайк если есть что сказать конечно же пишите но сейчас устраивайтесь поудобнее мы начинаем окей а значит что мне необходимо поставить ой ноги ломать не нужно а надо поставить нам бур бур будет на его натяге поэтому лучше всего его наверно сразу ставить здесь так давай мне для начала нужны ноги где нога вот она нога так давай приподнимемся повыше так девятка мне нужна маленькая нога так давай мы ее повернем вот так а блин стальная пластина нужно стальная пластина нужно и еще разок так девятка маленькая нога и повернуть ее надо вот так вот думаю в принципе вот здесь лучше поставить то при девятка я сказал я просто вот поверни корява встанет стопудово вот все так а ногу налепил теперь а блин теперь как это все сделать то как тебя тут улучшить да но давайте мы будем делать по мере поступления вопроса так раз два приподнимем чуть-чуть повыше потом это все будем обрезать обменять обделывать и так далее так первое что мне понадобится мне понадобится кокпит и с него наверное мы начнем делать потом эту ногу скорее всего придется срезать да я так думаю скорее всего мы ее срежем итак первое кокпит кокпит мы с него начнем с кокпита так он у нас ставится будет на средний контейнер вот так вот ребят немного не мало так давай семерку то малый контейнер малыми не пойдет давай вот так вот ставим средний контейнер теперь девяточка кокпит кокпит ставим сюда как-то так да как-то так да это у нас будет кокпит на контейнере у нас где выход ну-ка подожди еще раз семерка контейнер у нас прям спереди выхода получается да он сейчас у нас получился прям спереди да по-моему давайте мы его обварим короче чтобы было понимание визуально и так а у меня вот получилось давайте мы сделаем маленько в этот раз по-другому да мы сделаем вот сюда выход и буры будут у нас справа слева поставим четыре буры я думаю в принципе хватит вот потом значит что здесь сзади батарейки поставим давай вот этот вот мы переставим по-другому вот этот комплект мы переставим по-другому так семерка большим конечно же вверх смотрим а эти по сторонам да блин что-то перевернулся вот так да это по сторонам так хопа так теперь давай девятка это у нас сюда опа теперь варим так хорошо теперь теперь делаем следующее теперь нам нужны буры сейчас короче чуть намутим по нам не надо там сверх естественный какой-то бур так вот он папа вот он бур так где у тебя вот он пипки вот они с боков так раз да блин 2 так вот они пипки с боков и вот этот бур вообще как попала в стол еще раз так вот так опа вот теперь правильно так сзади же у нас есть пипка есть вот и на этой на задней пипки мы сейчас поставим еще бур малый конвейер где он у нас вот он малый конвейер опа так вот сюда малый конвейер нам по-любому нужен чтобы сверху а сюда нам нужно эй куда ты куда ты папа папа так здесь вот сюда раз и два да здесь должен стать у меня второй контейнер давай девяточка нет не девяточка где они контейнер семерка семерка контейнер семерка контейнер хорясь так отлично за коннектим его почему я на пятерку тоже так внутренняя пластинка нужно ставим сюда здесь шестерочка ставим сюда так здесь у нас должен быть еще один вот так он скорее всего у нас будет стоять да так девятка повернись к лесу передам вот стальная смысл стальная пластина кончилась безобразие стальная пластина кончилась полетели еще раз это прям большой бур для этого дела так вот так поверни папа а вот двигатели сюда войдут не войдут было бы конечно шикарность двигатели туда ушли папа так ребята слушайте вот как-то так так получается да у нас если его не делать толще шире то в принципе он вполне такой способный получится вопрос а куда двигатели потом нам разместить 44 бура должно хватить сброс будем делать попробую я сделать через контейнеры через контейнер попробую сделать и проверим мы его наверное слетаем помните мы с вами нашли платину просто слетаем на собираем платину она где-то рядом у нас здесь есть так батарейка где батарейка у нас немного немало батарейка вот она батарейка по вот она батарейка ставится она вот так раз два три три батарейки а здесь еще один контейнер контейнер это у нас на семерочке это вот так здесь малый конвейер папа так мы его подцепили папа подцепили хорошо так все отлично все замечательно за исключением одного надо будет здесь сделать конвейер который будет выбрасывать у нас камень весь наружу да это отдельная история здесь же у нас замутить присоску с помощью которой он будет у нас присасываться это тоже такая довольно интересная темой нужно кстати ни много ни мало если двигатель и разместить между ними то есть их тогда надо будет приподнять еще на 1 и разместить между ними главное чтобы потом нам хватило и он нормально забурился да ребят как вы думаете терка вот так инструмент я конечно же убрал молодец верни его обратно на место так теперь поверни вот так вот а сюда мы с вами давайте разместим как раз движители они будут у нас вот здесь стоять так давай девятка хрясь только поверни его так раз так поверни сюда поверни вот так два так поверни сюда три вот так и с этой стороны давай сделаем то же самое шестерка так восьмерка вот так и двигатели девятка поворачиваем так раз два три и я полетел заправляться в общем что получилось 6 двигателей но мне кажется это маловато 6 двигателей по-хорошему бы сделать 7 двигатели так вот двигателю чек-то коряло встал неправильно давай моего так вот девятка опа оп нет тихо назад вот так опа вот 7 двигать 6 двигателей но еще тут поди можно куда-нибудь разместить ну ладно 6 может быть хватит а может и нет нету тут сколько у меня тут у меня 10 но хотя он будет в невесомости будет правда не поворотливый ужасно план давайте мы сейчас сперва так сделаем потом посмотрим дальше видно будет окей короче у меня здесь три контейнера три батарейки четыре бура что еще нам необходимо здесь поставить в обязательном порядке так 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 детектор руды конечно же здесь нужно поставить это в обязательном порядке детектор руды где он у нас детектор руды где ты вот он детектор руды мы его поставим где-нибудь здесь вот в начале в самом пусть состоит детектора руды у нас бац потом надо обязательно фонарик сюда поставить в темноте ну вообще будет не айс летать так давай фонарик восьмерочка также поверни сюда грязь так фонарик поставить что еще теперь нужно батарейки это двигатель разместите вверх и вниз в обязательном порядке как ни странно да вправо влево так как он у меня будет летать в невесомости то тут нужно сразу все и туда и сюда во все направления в однозначно делать поэтому поэтому давайте мы будем делать таким образом двигатели вверх тут все просто девятка вот так раз два три у нас 6 правильно их должно быть так давай здесь тоже так же раз два три шесть блин надеюсь немало будет ребят вот прям надеюсь что будет немало иначе прям будет печально конечно если будет мало так так мы просто сейчас покалечим наш транспорт да вот 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 один вот два наверное вот так вот о тут вот они сюда вот влазит смотрите вот раз и все один что-либо влазит а у меня стальная пластина кончилась думаю как так странно так полетели еще раз вот видали тут прям вот прям под него место вот так вот так как-то там у нас вот так повернись да так опа отлично так два мы сделали тут прям два может быть тут еще и третий можно будет присобачить нет ну тут мы вряд ли конечно присобачим третий но два вполне отлично зашли а третий можно здесь вот так вот опа так вот у нас получилось три вниз теперь давай с этой стороны делаем то же самое раз два три так три вниз короче шесть вверх шесть вниз шесть вперед шесть назад шесть назад тут в принципе все просто это вот здесь вот мы делаем так вот раз два три ну посмотрим если что может быть будем добавлять еще сюда двигатели а может и не только двигатели так стальная пластина кончилась может еще и буры придется добавлять посмотрим ребят пока не знаю так вот у нас так вот да где этот вот тут вот 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 здесь вот здесь вот здесь вот здесь давай опа так все получается двигатели у нас готовченко так гироскоп давай гироскоп присандалим здесь гироскоп присандалим здесь что еще надо теперь давайте все это дело проварим и посмотрим что это у нас вообще получилось так раз два три четыре ура фара детектор и две батарейки так все поехали так первая партия готова ну варит конечно огонь еще такой-то у нас черненький весь получился так выключи и не ссади батарейку все продолжим значит что следующее у нас раз так все все отработали варим отлично первый конвейер есть тихо чуть не упал хорошо сюда так отлично вот такая бандурка небольшая компактная посмотрим насколько она будет у нас вообще работоспособная так теперь давай двигатели их тут у нас приличное количество так еще смысле все все двигатели проварили ну отлично теперь нужно проварить конвейеры которые у нас тут остались конвейеры давай мы их тоже так же закинем все окей ребят вот такая у меня бандурка получилось я очень надеюсь что она будет летать в принципе все у нее для этого есть полевые испытания конечно же покажут в дальнейшем вот так нам нужно сделать сброс сброс нам нужно сделать давайте сделаем пятерку нет не пятерку шестерку сделаем так стоп с пили обратно сюда нужно нам шесть семерка нет почему семерка шестерка нам нужно вот такая штука вот вот такая штука да вот так вот она у нас раз и здесь также вот так вот раз вот эта штука так а здесь нам нужен обычный контейнер который будет вот сюда и вот сюда так здесь нужен тоже обычный контейнер сюда и вот сюда я думаю шесть в принципе сбрасывать или должно хватить хотя может быть даже сейчас побольше поставим раз 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 вот он сбрасывать или сюда да у нас убить так ну и извлекатель это у нас отдельная история где-то вот здесь где где вот она извлекатель отдельная история это шесть штук да да раз два три здесь раз два три так шесть извлекателей а сюда но ни много ни мало надо вот такую штуку то ставить по-любому как я без нее то буду только меня знаете чё напрягает немного вот именно то что блин то что она выпирать будет будет задевать это мне не нравится а если вот из пятерки вот из такого сделать вот такую будет к ней потом вот эта пипка прилепляться давайте так чисто эксперимента ради да шикарно к ней прилепляется поэтому я думаю правильным будет сделать таким образом мы вот сюда наверх ее поставим и к ней прилепим так подожди еще раз пятерка если мы поставим ее на самый верх а к ней прилепим он будет прям заподлицо да ну и нормально как раз чтобы он нигде ничего не выпирал шикарно шикарно чуть ли шака не пильнул на место так значит соответственно что нужно сделать нужно вот этот да блин чё такая бешеная у меня болгарка то всё поспилила так вот этот и вот этот мы спилим вот так так сюда мы поставим просто обычный конвейер без всяких фильтров оп оп да оп оп так сюда мы поставим конвейер с циферкой 5 вот или вот так или вот так доставить угу да ну для для этого значит надо еще сюда конвейер маленький шестерочка подъехали шестерочка подъехали так и сюда мы ставим девятка это вот эту штуку опа присоска так ну и тут нам никто ничего не мешает мы можем поставить собственно тот самый сбрасыватель еще разочек хрясь фильтр так кончилась внутренняя пластина это вообще не беда опа и на девяточке извлекатель у нас тут раз и раз как то так слушайте получается да и вот здесь кстати можно если что сделать еще вот извлекатель и если вдруг понадобится в принципе да вот такой у нас получается кораблик давайте мы его теперь обварим еще вот это все так единственное меня интересует вот какой момент давайте мы в настройках вот эти малые сортировщики да насколько я помню группой мы их не можем отсортировать мы здесь сделаем белый список да белый список сюда мы жмем камень опа добавить и делаем опустошить все потому что камень нам не нужен все остальное нам нужно он будет извлекатель добавлять опустошить все белый список камень вот следующий обычно я оставлю ребята вот этот фильтр перед тем как попасть камню в контейнер в этот раз давайте попробуем по-другому он будет извлекать из контейнера насколько это будет критически пока не знаю так извлекатель ну извлекатель здесь все просто вот так вот выбросить все что сюда попало на то он и извлекатель вот на коннектор все таки надо наверное тоже ребят поставить фильтр иначе в коннектор камень у нас будет забиваться да поэтому на коннектор это у нас вот здесь да нам нужно тоже поставить фильтр вот тут вот да шестерка о замечательно да вот этот фильтр мы сюда ставим раз почему объясню то есть мы сейчас поставим туда черный список камень чтобы камень у нас коннектор не забивался так шестерка попа так и вот который у нас будет не настроен это вот эти два малый сортировщик это у нас настроенный так он где-то у нас должен быть в конце наверное я думаю да вот он черный список и в черный список бьем камень где он у нас вот он и вот это скорее всего тоже к нему же нет этот опустошить все стоит уже вот он он десятый да черный список камень добавить вот все остальные у меня стоят как положено да то есть один два три четыре пять шесть все отлично а ну а теперь давайте мы это все дело сварим вот вот такая штука получилась ребят не знаю насколько она будет работать как говорится полевые испытания покажут вот для начала ну что надо ее наверное попробовать поэкспериментировать пролететь но экспериментировать пока особо нечем поэтому я думаю вот сюда давайте мы забубеним вот такую штуку ну что ты мне тут еще раз две да вот коннектор у нас будет вот здесь хрясь к нему надо будет потом его сейчас надо нам вылететь туда за поле притяжения и присобачить его вот к этому коннектору а дальше уже будем делать все остальное там батарейки у нас на небольшое движение хватит так что мне нужно мне нужно ребята немного немало сделать камер парочку одну камеру надо сделать вот сюда вниз чтобы можно было приконнектиться да одну камеру сделать назад чтобы я видел куда я лечу так а значит соответственно которая назад давайте мы камеры сюда закинем вот она камера вот а значит ну кверх ногами нас это не интересует ставим вот так одну камеру и сразу ее давайте переименуем камера где-то у нас камера вот она это у нас задний ой еще раз задний вид опа отлично так и вторая камера у нас будет смотреть сюда да вопрос на что мы ее можем повешать так ну типа стальная пластина не хватает почему-то давай стальную пластину хрящ теперь стальная пластина хватает повешаем мы ее а где заблудился повешаем ее вот сюда али нет так ну ее можно вот прям вот сюда повешать да получается не много не мало так ну и правильным наверное будет ее вот так разместить да ну посмотрим короче это у нас камера коннектор будет опа и опа ну вот а ребят собственно что теперь момент истины нужно пролететь наверх и собственно проверить как это все работает а давай баллоны все заправим так что у меня там водород почти пустой на водород из кармана вообще все надо сейчас убрать опа все все возможное убрали из карманов и садимся на наш межпланетный челнок вид а выключаем зарядку включаем двигатели отлично все двигатели завелись отпарковываемся и наша штука не вывозит вот печалька то какая а че у меня тут льда нету иди прикиньте какой он тяжелый жестко а нет вывозит же все нормально а че он тянет его вниз хотя в принципе вполне вывозит он можно сказать пустой ладно полетели ребят все вывозится нормально так так где там у меня перехват тяги все погнали так че то у нас прям совсем криво во полетели так окей мы как говорится поле гравитации потратили по как покинули все теперь мы не в планете можно остановиться давайте мы прыгнем туда к платине это у нас шестое так чё шестерочку нет семерочка уменьшаем чё там 130 километров можно в принципе прям в самые 130 давай просто нажать и чё нельзя уменьшать то ёпороста 125 километров и восьмерка так летим вот он у нас этот астероид вот так ребята ну что момент истины давайте я думаю надо сохраниться по-любому в данном месте идем сюда во-первых во-первых нужно что нужно сделать нужно батареи все так первое нам необходимо батареи собрать в кучу батареи все собрать в кучу батареи сохранить так выключить их из панели инструментов в терминале не панель инструментов так теперь г здесь группы батареи вот сюда вот зарядка вкл выкл так потом блоки инструментов у нас здесь бур давай мы его сюда все мы им управляем если мы включим зажигание да бур работает так теперь тихо так что еще зажигание то я включил да антенна у нас тут не включена так нужно вопрос вот какой а будет ли все это у нас держаться и летать вот вопрос так вот это все конечно надо спилить и теперь давайте будем посмотреть как это все у нас в принципе передвижное вроде как так давайте мы еще не на последнем месте это у нас коннектор это под цифрой 8 будет обзор так а это у нас задний вид под цифрой 2 тоже обзор вот под цифрой 8 включаем ух как и как тут видно то все будет так а где у нас пипка то вообще а так она наоборот назад надо понял так давай под цифрой 2 еще раз это назад да вот так вот лучше будет и под цифрой 8 теперь где 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 8 вот она еще назад ехаем опа прям меня в камеру все вдолбил так заряжаемся так ну в принципе ребят пока что работает теперь будем посмотреть как это все будет у нас бурится насколько быстро мы будем вообще заряжаться так здесь что у нас как обстоят дела здесь дела обстоят можно подлететь поближе пока заряжается наш самолетик да кстати он сопротивляется поэтому когда он припаркованный его нужно я думаю не много не мало так а че это поделомается ну ка нет на месте все здесь на месте все ладно пока вроде на месте хотя есть возможность того что он у нас отконектится и отвалится такая вероятность есть ребята опасность такого есть так ладно здесь нужно что раз он у нас заряжается мы ионные двигатели ускорители вот они ионные ускорители так ион тихо 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 ионный двигатель бур так вот так вот мы это все группируем терминале все это мы не показываем суда мы его выводим еще раз на включить выключить двигателя разведки батареи разведки так просто батареи бур ионный ионный сохранить так г уронный зарядка в колокол так чё у нас как тут обстоят дела блин да печально конечно обстоят дела так свет выключи так ну и двигатели собственно тоже все надо выключить не натяне сейчас можно знаете не ногу а есть такое понятие как магнитная пластина и эту магнитную пластину можно собственно собственно припаять ему и на ней можно присобачиваться да слушайте это же тема по идее где у нас нога а там где нога там эта пластина у нас не знаю здесь я ее наверное вряд ли смогу большая магнитная пластина и вот она магнитная пластина да чпок ну нет у меня ничего для магнитной пластины ладно ее можно будет приварить потом хорошая мысля как говорится приходит опосля и да и его вот можно будет раз прям вот к этой поверхности примагнитить и все и он будет гораздо прочнее держаться чем на коннекторе да ребят примерно так так ну окей ладно что у нас наполовину зарядился собственно для тестов я думаю нам вполне его должно хватить так давай от коннектимся и полетели прямиком так а детектор руды кстати я же его тут так и не не достроил детектор руды вот он его надо настроить на 50 метров вещать через антенны нам не нужно здесь потому что здесь антенны у нас нету свет включаем и поехали платина где-то у нас тут сейчас мы ее увидим я улыпала у нас корабль то не достроенный капец ни много ни мало а корабль недоделанный потому что вправо влево у меня двигатель это ни одного нету капец ребята вот это вот это про залет короче ну ладно а это в принципе мелочи да так коннектор зацепился это конечно радует ребят как так то я двигатели забыл прикиньте вот это конечно поворот так выключаем ионные двигатели а ну и свет тоже выключаем блин калина так ну все летим обратно короче надеюсь я ничего по пути не потеряю так давай мы это дело сохраним и полетели так 124 километра еще у меня есть подозрение ребят что гироскоп который стоит на вот этом маленьком чуде он мешает как ни странно сейчас вот он по идее должен падать у меня видите он полностью под 0 не останавливается ну ка если мы сейчас ему выключим вообще все игре да все сразу остановилось у нас угу так ладно тогда попробуем еще раз все стоит погнали опа так ладно запаркуйся вот так все выходи отсюда блин ну вот это вот конечно показатель не совсем то что мне надо ммм да уж ладно давай мы магнитную пластину забубеним он вроде запарковался короче короче отпарковываться надо аккуратно нужно вот это у нас будет называться коннектор как ты у нас бур коннектор бур или для бура вот так вот для бура чтобы было понятно логично для бура коннектор так а вот это тот у нас основной коннектор будет его надо нам закинуть так коннектор вот этот 4 коннектор основной его необходимо нам закинуть вот сюда болеем капец вот он основной коннектор и переключить стыковку да он у нас будет отцеплять прицеплять это будет правильно так ну и теперь давайте здесь а нам нужно сделать двигатели слушайте вот здесь есть место у нас под двигатели да здесь как минимум три вправо три влево однозначно у нас есть да по-любому так давай делаем ионные двигатели раз два три так три вправо три влево это у нас однозначно есть как все про них забыл то так а там как у нас прям под это да а так тут все шесть можно поставить ребята не заморачиваться раз-два остальная пластина кончилась так и здесь мы делаем также у нас все должно быть по фэн-шую раз-два-три делаем одинаково раз два три блин куда-то прилепил то уберись вообще интересно а там в чё я уперся тут двигатели у нас выше стоят да ниже вниз который работает а здесь двигатель ниже стоит прикольно ну да ладно главное работает и в принципе в глаза это пока не бросается значит что у нас хорошо так теперь вроде ошибку устранили к двигателю мне необходимо добавить так вот отсюда мы это делаем двигатель вот так вот так вот двигатель бур так здесь сейчас у меня показываются все ионы двигателей вот еще дополнительно раз-два-три-четыре-пять-шесть раз-два-три-четыре-пять-шесть все верно чпок давай мы их вот так блин а чё ты не выделяешься вот терминале не показывать все двигатели только не ну тонны он у меня почему-то да ну ладно и он и двигатель все здесь все отлично так батарейки заряжаются здесь что батарейки заряжены вот но я думаю наверное давайте опять вылетаем на оружие так батарейки двигатели все включили значит на пятерку отключаем коннектор странно как-то конечно почему-то если честно кривой косой из-за этого меня ведет в сторону из-за вот этого бурак который криво пристыкован причем конкретно ведет в сторону ребят так что летим быстро нарук на внешний надо его перестыковать по-нормальному так выключаем перехват тяги и давайте останавливаемся надо перед коннектить его прям ведет у меня всю эту махину из-за вот этого маленького обормота так идем сюда подключаемся зарядку выключаем двигатели включаем четверка от коннекчиваемся да надо игрек то еще нажать так все все сразу установилась так ну и шикарно так где у меня пластина вот она у меня пластина работает давайте мы попробуем на пластину его присобачить я думаю это уже будет показатель так чем у нас тут опа да и вот так вот y нажимаем сразу все потушили все теперь теперь собственно идем на тест-драйв все где у нас вон она отлично на пластине он конечно же держится гораздо лучше так начата шестерка прыгаем туда нет а подожди не то восьмерка да и прыгаем туда так вот она платина так все останавливаемся я вылазил давайте залазим вот этот ради чего весь этот сыр бор так включаем y так все теперь теперь у меня все двигатели есть давай мы это все перда храним полетели так почему у меня не работают бур и кто не знает почему у меня не работает бур чпок вот все теперь полетели так засвети мне где платина вот она платина а вот кстати дырка куда я уже летал ну вот и идем сюда так ну что момент как говорится истинный ребята так включаем разбуривание дырок так конечно не видок не 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 так себе видок идем так дело идет так мне интересно как работает автосброс давайте забуримся чуть-чуть камнем отлично работает все пошли так главное не забурить платину будет обидно если я сейчас платину сбурю коп вот она платина все включаем и бурим хочу скопита не выкидываешь все понял и так дофига набрал так поехали бурим платину ну скажем так с кокпита вид так себе так чё у нас тут средних контейнеров ну почти полностью набрал ни много ни мало 30 тонн платина ребят это шикарно может сказать шедевр и кораблик в принципе вполне вывозит так еще давай чуть-чуть чё у нас там это не то кнопочку да включи ты нормально мне вот все контейнер как питер в принципе все у нас есть отлично ребята отлично так теперь мне необходимо пристыковаться к нашему кораблю нажимая двойку это у нас задний вид о боже как темно то он она это дырка мне кажется так гораздо лучше будет если я вот так буду делать а то что-то прям какой-то вид не айс не спешим так можно повредить двигатель какой-нибудь а может еще хуже чего-нибудь так ну нормально вполне так где мой корабль вон он стоит пошли стыковаться ну скажем так скоростью набирает конечно не фантастический но тем не менее учитывая что он довольно быстро на скорую руку собран ребят он работает он вполне хорошо и отлично работает так что нам нужно нам нужно законнектиться теперь а лучше всего знаете можно разгрузиться да и законнектиться нормально пластиной этой до магнитной пластиной так где у меня тут восьмерка по моему вот так у нас дойдет заполни тут попробую да вроде как так опа так четверка хрясь теперь мы включаем так здесь мы включаем так а здесь мы включаем средний контейнеры так вот они они у нас средний контейнер где он у нас малый контейнер здесь у нас но он по-любому больше чем вот так тридцать одна тонна это в принципе в один контейнер все влезло замечательно теперь четверка мы опять отцепляемся перекручиваемся вот так лучше его перевозить на пластине он более тогда точнее менее мешает передвижению основного транспорта так чуть-чуть назад шикардос ну собственно что ребят надо выключать садится на основной транспорт этот бур у нас полностью готов к работе так основной транспорт подцепляем и полетели домой где у нас база в каком краю так мне нужно немного немало там у меня на 5 километров стоит тихо нет 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 5 это мало да что ты опять не ту точку кнопку семерка восьмерка вот 125 теперь восьмерка так еще раз да давай не так быстро не так быстро еще тихо отлично так и паркуемся на пятерку теперь вот так окей ребята все пошла жара здесь значит у нас где водородный генера водородный бак вот он делаем вот так вот хря сейчас моим махом заполним там у меня два полных бака тут без вариантов он сейчас моментом раз все мы его заполнили слушайте довольно долго кстати летал и все это дело привело к тому что всего лишь там 30 с чем-то процентов потратили но это прикольно так а значит что здесь платины у меня 32 тонны рудой огонь ребята про просто шикарно ладно не получилось конечно сегодня у нас еще раз запустить сам квест он ту зеленую базу но теперь точно на следующей серии ребят я думаю мы уже с вами полетим туда у меня есть бур который будет нам там помогать и он вполне отлично работает вот эта штука на которую мы туда доберемся у меня есть список того что нам нужно там восстановить мы возьмем туда детальки все необходимые для этого вот собственно а на этом на сегодня будем завершать понравился ролик ставьте лайк есть что сказать пишите в комментариях не забывайте подписываться чтобы не пропустить следующее видео спасибо что досмотрели до конца да прибудет с вами джойстик всем пока до скорых встреч